Красноярская краевая специальная библиотека представляет Виртуальную выставку в плену у мысли беспокойной К столетию со дня рождения Владимира Павловича Кривелёва, незрячего поэта и композитора. Мне музыкой казался звон капели, И сердце трепетало вновь и вновь. Владимир Кривелёв, песня «Пою любовь». Владимир Павлович Кривелёв, незрячий композитор и поэт-фронтовик, участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Красного Знамени и Ордена Отечественной войны Первой степени, заслуженный деятель искусств РСФСР. Родился Владимир Павлович 26 августа 1922 года в городе Саратове. В 1940 году окончил педагогический институт в городе Энгельсе и работал учителем русского языка и литературы. В годы войны ушёл добровольцем на фронт. С мая 1941 года по январь 1942 года Владимир Павлович находился в городе Самарканде, где окончил восьмимесячный курс по подготовке среднего командирского состава со званием лейтенанта. К 1943 году стал командиром стрелкового взвода, а 3 сентября 1943 года при проведении разведки на Курской дуге получил тяжёлое ранение, в результате которого почти ослеп. Из наградного листа Владимира Павловича Кривелёва. 3 сентября 1943 года товарищ Кривелёв с целью определения места расположения огневых точек противника, его укрытий, скопления живой силы и техники по собственной инициативе с шестью бойцами пошёл в разведку. Проникнув незамеченным в расположение противника, товарищ Кривелёв встретил двух немецких солдат, которых захватил в плен и отправил с двумя бойцами в штаб полка. Дав задание оставшимся бойцам и возвращаясь на командный пункт, товарищ Кривелёв встретился с тремя немецкими снайперами, которые, угрожая оружием, пытались захватить его живым в плен. Очередью из автомата товарищ Кривелёв ранил двух немецких солдат, но одновременно и сам получил тяжёлое ранение в спину и левую руку. Чтобы не попасть в плен, он пытался укрыться в овраге, но в момент прыжка был ещё раз тяжело ранен в правый висок с потерей зрения. Оставаясь в сознании, товарищ Кривелёв выполз на другую сторону оврага и был подобран бойцами своей части. Владимир Кривелёв стал инвалидом войны первой группы. Но это не сломило лейтенанта-гвардейца. Он вернулся к активной жизни и творчеству. Несмотря на потерю зрения, в 1952 году он окончил Саратовское музыкальное училище по классу баяна. С 1954 по 1972 годы работал преподавателем пения и руководителем детской художественной самодеятельности в школах и интернатах в городе Саратове. С большой душевной теплотой он проводил многочисленные встречи, авторские вечера и концерты со школьниками, студентами, рабочими и селянами в разных районах области. В 1970 году стал инспектором правления Саратовской организации Союза композиторов РСФСР. Природа наделила Владимира Павловича талантами композитора и поэта. Его стихотворные произведения напевны, красочны и задушевны. В них он отражал любовь к родине, героические подвиги и доблестный мирный труд земляков. Поэта также привлекали малые поэтические формы. Он нашел им удачное название – аюсэмбы, что значит афоризмы, юморески, сатирические стихи, эпиграммы, миниатюры, басни. В аюсэмбах отражены жизненные наблюдения, мысли и чувства поэта. Первой поэтической книгой Владимира Павловича стала «Солдатская баллада». В ее основу легла автобиографическая поэма о ратном труде фронтовиков, об их мужестве и стойкости, о солдатском подвиге. Владимир Павлович также известен как автор музыки к песням, большинство из которых написаны на его стихи. Основные черты творчества композитора – мелодичность и разнообразие ритмики, которые он выдерживал до конца своей жизни. Кривелев умер в 1991 году. Музыкальное и поэтическое наследие автора включает в себя сюиты «Отчий край» и «Уже проснулось солнышко». Сборники песен «Поет гармонь», «Я пионер», «Песня над Волгой», «Пою любовь», «Пою мое отечество». Книги Владимира Кривелева, имеющиеся в фонде Красноярской краевой специальной библиотеки. «В плену у мысли беспокойной» – плоскопечатный формат. Несколько стихов включены в сборник «Иду на голос», «Лирика», плоскопечатный формат. Несколько песен Кривелева включены в сборник произведений незрячих композиторов «Пою мое отечество» в двух книгах. Книга первая. Рельефно-точечный формат. Сборник песни. Рельефно-точечный формат. Над виртуальной выставкой работали Светлана Мальчихина, Константин Кивачук, Татьяна Хатько, Мария Абазюк, Александр Румянцев. Ответственный за выпуск Ольга Офицерова. Красноярск, 2022 год.